доброго времени суток добро пожаловать в новую полезность новое видео можно сказать это полезное видео да я хочу рассказать об уходе за изделиями из пряжи лиза baby софт или за baby софти плюс или макси не помню просто очень часто мне задают такие вопросы как изделие стирать как за ним ухаживать и поэтому если будут такие вопросы я не могу просто каждому отвечать я даже не умею закреплять комментарии под видео до чтобы люди сразу то видели что мы большей частью на одном и том же мк это впишут поэтому я решила создать такое видео такую полезность именно на эту тему все мои изделия вяжутся из-за лизы baby софте мы посмотрим какой состав тоже постоянно спрашивают чтобы тысячу раз никому ничего одно и то же не писать а просто очень много времени уходит у меня мое время бесценно как в любого мастера в любого работающего человека поэтому давайте начнем я всегда все свои изделия вяжу из этой пряжи baby лизы софте есть даже это видео у меня но я решила отдельно его еще раз снять пряжа состоит из моточка 50 грамм 115 метров уход за этой пряжей ручная стирка сушить только горизонтально да никаких химчисток вот это вот сушилки ничего нельзя делать даже так поняла вот этот треугольничек подготовила этот треугольничек у нас отбеливание никаких вот всяких химозных химических препаратов добавлять да но как стираю ее я у меня есть пару мешочков такие которые для белья нижнего носочков всего такого даже для шерстяных и не отдельные есть два мешочка они мне размера м я шапочку пинетки складываю в один мешочек комбинезончик сказал складываю в другой мешочек стираю без пуговок потому что деревянные пуговки они почему-то окисляется кстати сейчас мода пошла вновь на пуговки из пластика вот стираю я это все сначала вручную замачиваю специальном порошке для малышей либо там вы либо это специально для шерстяных вещей но щадящая до которую подход для малышей смотрю что замачиваю она не стоит около 20-15 минут по жамку и по жамку выкладывать в эти мешочки каждый вот шапочку и спинеточки в один и сам камень же другой комбинезон столько впитывать себя воды что он просто тяжеленный офигеть как тяжеленный и это я все кладу в стиральную машину ставлю на одно полоскание и поджим до 1000 оборотов но машинка моя например машинка она не чувствует это вот этой пряжи она для нее пушинка когда она ее прополоскает это жмёт я бывает ее по началу получала просто как как положила так и достала только не мыльную понимаете что я придумала у меня отдельная простынка для таких моментов только я использую для под заказ вещей я ее добавляю два мешочка до эту простынку добавляю чтобы машинка чувствовала ткань и тогда она у меня на оборотах 1000 она у меня и и высушивает прям вы должны получить из машинки полусухое изделие я растила я на сушилке все полотно да даже ту же самую эту простыночку а на нее выкладывают так вот это ровном состоянии мой комбинезончик и он меня сушится всего лишь сутки я его переворачиваю в течение дня до чтобы со всех сторон все просушивалась и потом просто прохожусь обработку делаю паром проверяю все ниточки потому что что-то может повылезать вот и все прошлась паром и упаковала все изделия в белых перчаточках и ничего такого сложного в здесь нет если вы будете соблюдать все моменты которые я здесь использую я еще в инфобоксе поставлю всем эти вот моменты да то что вот я делаю все запишу вам и тогда не будет проблем ализе софте плюс или макси него точно не помню даже велюр все это делается то же самое не всем машинке например у меня машинка не скажу что она старомодная или еще какая-то но она не чувствует вот это вот плюшевую пряжу вот и я это все тихонечко перекидываю машинку вместе с простынкой можно старый пододеяльник но желательно чтобы он был бен белый да потому что чтобы если вы видите что уже он там линяет еще что просто меняйте постоянно чтобы изделия не как бы не красились но у меня не красится у меня тут эта простынка она нам все на все случаи и варианты жизни да вот потом когда она уже все высыхает и пуговки прошиваем отпариваем и все и отправляем все в путь к новому хозяину вот было такое что я портила даже было в таком-то у меня видео если я найду его я тоже поставлю его это видео в рекомендации что я и показывал даже кати порченные к вам комплекты после этого кстати что долго ходить но у меня тут под рукой вот он по нему вот так вот на видео я не знаю мне катя профессионала они сразу поймут это моя самая одна из первых работ и по нему видно что он как жамканный но не то здесь как бы дорого богатый такой пушистость да хотя здесь еще не стирала да а здесь вот какой-то мне вообще не нравится вот я его просто храню имя малышка подрастет купим под этот комбинезон куклу и в путь пускай играет добра не жалко вот поэтому советую быть немножко аккуратны всегда перед клиентом тоже объяснять как стирать чтобы они не испортили меня одна клиентка испортила изделие тоже об этом рассказывала да что я игре если вы не выполните так как его я вам скажу вы изделие потеряете но она можно сказать проигнорировала то ли не поняла что какие написала она получила здесь уже не говняное изделие и стиральной машинки потому что доставка дошла до неё типа что изделие грязно давайте попробую давайте вы лучше мне вернете и вам переделаю новое до изделия как не давать его постираю и получилось и я в этом моменте очень много чего потеряла я потеряла деньги на пряжу я потеряла можно сказать деньги на один комплект я потеряла время для меня это дороже всего было и мне прям три сломи так обидно было что просто человек проигнорировал я не могу сказать что это вы виноваты да как бы вы не послушались меня я просто сказала что и знаете когда бы пришли дать нежели объяснять что к чему зачем и как если такие клиенты у меня такая только один раз была она очень 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 упрашивала я ее уже все как бы договорились и все еще и что-то не так все и что-то не так было думаю ну все теперь когда я чувствую таких клиентов и просто их ставлю на очень долгую очередь когда им это получается уже не подходит либо очень хорошую цену забиваю чтобы мне знала что извините а это чувствуется энергетика клиента всегда чувствуешь либо он тебе будет мозг съедать либо он тебе адекватно к тебе отнесется сейчас я больше занимаюсь то что я хочу делать да я не вижу вот эти массовки на мастер на постоянно я вижу то что я хочу мне понравилась вот эта вот расцветка да я решила ее связать вот она на видео совершенно не такая как она вот у меня здесь в руках да вот и я просто выставляю в наличие либо что-то вот мне пишут под заказ я быстро сделала если есть у меня время и все как бы да не суть то что там деньги мне сейчас главное время если меня сейчас нет желания работы работать да как бы на клиенты я не работаю я вижу для души у меня сейчас очень хорошо нравится вязать пропсики это все-то придумываю что-то создаю поэтому я думаю что это пряжа у меня уже будет уходить буду что-то новое новые проекты поэтому те кто девочки она все равно никогда не уходит из моды и поэтому даже детские изделия и плетик из нее вяжут поэтому если вы не будете соблюдать тех пожеланий да и аннотации которые я вам дала вы потеряете изделие действительно не у каждого машинка она стирает как бы чувствует пряжу вот поэтому если вы сталкивались свой день пожалуйста сталкивались со стиркой изделий залезы baby софте или велюровских вот этих вот yarnart то пожалуйста напишите ваш опыт да даже плохой опыт вот поэтому до встречи новых полезностях легких для вас петелек пока пока